Соборное послание святого апостола Якова, первая глава, первый стих. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколенам находящимся в рассеянии, радоваться. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова. Приветствие Якова имеет одну очень интересную особенность. Приветствуя своих читателей, он употребляет греческое слово хорейн, радоваться. Павел никогда не употреблял это светское приветствие, предпочитая говорить мир вам, благодать вам, или благодать и мир, и умножиться, и так далее. Радоваться во времена апостолов было таким же приветствием, как, например, сегодня здравствуйте, привет, как дела, и так далее. Употреблялось оно исключительно в светском сообществе любой части Римской империи. Всеми, кроме иудеев и христиан, которые предпочитали приветствовать друг друга особенным приветствием, которое бы идентифицировало их как отдельных, отличных от мира людей. В Новом Завете хорейн встречается только два раза. Первый раз в письме римского офицера Клавдия Лисия, правителю Феликсу, где говорится об обеспечении безопасности путешествия апостола Павла. Деяние 23 глава, 26 стих. Второй раз это слово употребляется в заключительном обращении после Иерусалимского собора, где церквям сообщалось о том, что язычникам можно входить в церковь, становиться ее частью, и не налагалось на них каких-то особых предписаний, которые были близки иудеям. Деяние 15 глава, 23 стих. Написав и вручив им следующее. Апостола и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохе, Сирии, Килики, братьям из язычников, радоваться. Это интересный факт, потому что на этом соборе Яков как раз таки и председательствовал. Возможно, употребляя такое обиходное, я бы даже сказал, светское слово в приветствии, он сделал это потому, что хотел обратиться к более широкой публике. Опять же стоит заметить, что Иерусалимский собор, вообще первый известный церковный собор был создан как раз для решения вопроса язычников, для которых приветствие, радоваться является гораздо более принятым, что ли, обиходным, приемлемым, нежели наша религиозная, мир вам, шалом и так далее. Из трех отрывков Библии два высказывания принадлежит Якову, что напрямую свидетельствует о его демократичности, открытости для абсолютно всех людей, которые намереваются обратиться к Богу и стать частью церкви. Его послание было адресовано всей церкви, большая часть на то время уже состоявшая из язычников. Церковь уже развивалась не только в ближайшем окружении от Иерусалима, церковь была в Месопотамии, Греции, Риме и даже доходили слухи о том, что верующие появились даже в Италии. Яков пишет всей церкви и поскольку большая часть ее составляет уверовавших из язычников, он употребляет приветствие, которое обращается ко всем. Как вы считаете, насколько мы должны быть понятными этому миру? Может быть, стоит изо всех сил изолироваться, чтобы не быть его частью?